Что касается 5-летней выживаемости, то если для локальных и регионально распространённых форм она составляет около 100%, то для распространённых форм вескость снизается до 59%. Можно выделить 4 наиболее часто используемых метода лечения рака предстательной железы. Это радикальная простатоктомия, различные формы гормональной терапии, радиотерапия и химиотерапия. Сегодня окачнёмся подробнее первых трёх из перечисленных методов лечения. В современной медицине по-прежнему остро стоит вопрос о критериях и маркёрах, которые позволили бы сказать, какой именно из видов лечения рака предстательной железы будет эффективен для каждого конкретного пациента. Ведь это позволило бы существенно снизить смертность от фиксирующих форм и увеличить выживаемость. Кроме того, каждый из вышеперечисленных методов лечения сопровождается целым набором побочных эффектов, некоторые из которых представлены на данном слайде. Все они приводят к существенному снижению качества жизни пациента. И с этой точки зрения также очень важно наиболее быстро определить, какой метод лечения подходит к пациенту. В настоящее время в клинике в основном используются универсальные методы, позволяющие судить о прогнозе заболевания при проведении лечения. К ним относятся уровень прироста метастаза патологического антигена, алгоритмическая стадия, сумма глисона, объем опухоли, наличие или отсутствие метастаза. Тем не менее, такой подход не дает информации о том, какой метод лечения лучше выбрать. Поэтому в настоящее время идут обширные работы по поиску альтернативных маркеров специфичных для каждого конкретного вида лечения. Примеры вы видите также на этом слайде. И как вы можете видеть, предлагается довольно много маркеров совершенно разной природы. Тем не менее, до сих пор ни для одного из видов лечения не было представлено маркера эффективности, обладающего по-настоящему высоким чувствительностью и специфичностью. Итак, в разработке каких видов маркеров есть необходимость? Для каждого вида лечения необходимы прогностические маркеры, позволяющие оценить, есть ли необходимость в активном лечении рака пристательной железы. Маркеры эффективности терапии, предикторы рецидивов, определяющие, какой вид терапии будет наиболее эффективен для конкретного пациента. А также маркеры, которые позволили бы осуществлять мониторинг состояния пациента и своевременную коррекцию курса лечения. Кроме того, некоторые из маркеров, подходящие под определенные высшепункции, могут также внести вклад в усовершенствование самой терапии рака пристательной железы. А именно в том случае, если коррекция уровня маркера позволяет усилить чувствительность к терапии. Одной из альтернатив при поиске высокоспецифичных маркеров для диагностики, прогноза и оценки эффективности терапии рака пристательной железы является микро-РНК, которые представлены по всей биологических жидкостях, в свободном и упакованном визикулы формах. Хотелось бы подчеркнуть основные достоинства внеклеточных микро-РНК к источникам маркеров. К ним относятся и хорошо отработанные подходы к анализу микро-РНК, и неинвазивность и простота процедуры забора образа, достаточная для детекции концентрации микро-РНК в разных биологических жидкостях и ее стабильности. Существует целый набор подходов, с помощью которых исследователи осуществляют поиск микро-РНК маркеров эффективности разных видов терапии рака пристательной железы. В случае радикальной простатоктомии обычно используют два подхода. Это либо изучение изменения уровня экспрессии микро-РНК в тканях пристательной железе после радикальной простатоктомии, или поиск микро-РНК, ассоциированных биохимическим рецидивом и короткой выживаемостью, короткой продолжительностью жизни после радикальной простатоктомии. При поиске маркеров эффективности гормональной и радиотерапии аналогичные подходы дополняются рядом новых, большинство из которых связаны с применением клеточных линий при исследовании эффективности этих видов терапии, а также с тем, что при применении гормональной терапии часто развиваются конструкционно-рефрактерные формы рака пристательной железы. Не меньшую важность, чем выбор подхода к изучению микро-РНК маркеров, имеет и выбор объекта исследования и источника микро-РНК. Это могут быть и клеточные линии, в том числе андрогенчувствительные и гастрационно-резистентные, и ксинографты, основанные на использовании клеточных линий или клеток непосредственно компетентов, биопсийный материал, ткани пристательной железы после радикальной простатоктомии и биологические жидкости больных прагом пристательной железы, в том числе и клеточная фракция и микровизит, выделенные из этих биологических жидкостей. И каждый из причисленных объектов микро-РНК обладает своими собственными характеристиками, положительными и отрицательными сторонами, которые необходимо учитывать при планировании эксперимента. В качестве плотного эксперимента, посвященного поиску микро-РНК маркеров эффективности терапии, мы выбрали изучение изменения уровня экспрессии микро-РНК в биологических жидкостях после радикальной простатоктомии. И для этого были собраны образцы крови и мочи доноров больных раком пристательной железы после радикальной простатоктомии, а также здоровых доноров в качестве референсной группы. На данном слайде представлена характеристика доноров, а именно их возраст, уровень простат специфического антигена, а также стадия индекс глисона для больных раком пристательной железы. Процессы биологических жидкостей проверяли последовательному сантимулированию для осаждения клеток и клеточного гибриса. Затем анализировали супернатант мочи и плазму крови. Из части супернатант мочи были выделены микрочастицы с помощью двухэтапного ультрацептического глирования. В результате получены три фракции. Это микрочастицы мочи и бехлеточные фракции мочи и плазму. Из полученных трех фракций выделили микро-РНК с помощью метода, разработанного ранее в нашей лаборатории, который основан на использовании гуанидина и октановой кислоты для разрушения комплексов с белками и полимерами и отсаждения балластных полимеров и спин-колонок для выделения микро-РНК. На основании проведенной ранее работой нашей группы были выбраны 11 микро-РНК, которые характеризовались высокими впечатленностью и специфичностью как диагностические маркеры рака предстательной железы. Эти микро-РНК представлены на данном слайде. Анализ литературы показал, что при развитии рака предстательной железы эти микро-РНК вовлечены в такие важнейшие процессы, как регуляция полиферации, инфестазирование, оптоза, андрогеннезависимый рост, регуляцию следовательного цикла и эпидемиально-межнотормального перехода. Данные микро-РНК были разделены на две группы, их уровень был проанализирован в выделенных препаратах микро-РНК с помощью обратной транскрипции с пищевым праймером и количественной ПСР в реальном времени. С помощью метода парных отношений, который позволяет эффективно оценить экспрессию каждой микро-РНК, экспрессия микро-РНК была попарно нормирована внутри каждой группы. Таким образом, для каждой исследованной пары микро-РНК вычисляли относительно экспрессии дельта сети и была посчитана всего экспрессия для 31 различной пары микро-РНК. В результате было всего обнаружено 19 различных пар микро-РНК, относительно экспрессии которых достоверно изменилась после радикальной простатоктомии. Они были найдены во всех трех изученных фракциях в плеточных визикулах мочи в плазме и в плеточной фракции мочи. Тем не менее, именно микровизикулы мочи показали себя как наиболее перспективный источник микро-РНК, изменяющий экспрессию после радикальной простатоктомии, поскольку все обнаруженные изменения наблюдались и в этой фракции биологической жидкости. На основе анализа были выбраны 7 пар микро-РНК, обладающих не большим потенциалом в качестве маркера эффективности радикальной простатоктомии. В качестве следующего шага нами был проведен анализ литературных данных и биоинформационный анализ с помощью нескольких баз данных с целью отбора панелей микро-РНК генов, являющихся маркерами для определения эффективности трех изучаемых видов терапии рака предстательной железы. Метод отбора панелей был следующим. На первом АЦАПе были выбраны микро-РНК, для которых вовлечение в участие радикальной терапии был продемонстрирован сразу в нескольких экспериментах с различным дизайном. Затем были проанализированы гены, которые регулируются выбранными микро-РНК и одновременно вместе с тем принимают участие в развитии рака предстательной железы. Среди выбранных генов выделены транскрипционные факторы и проанализированы их участие в регуляции выбранного набора микро-РНК. И в качестве финального этапа были отбраны микро-РНК и гены, наиболее те, что вовлеченные в сеть взаимодействия микро-РНК и генов. Сейчас остановимся подробнее на этом механизме, на примере поиска маршеров эффективности радикальных остаток тайны. Как я уже упоминала, следователи применяют в основном два подхода к поиску таких маршеров. Соответственно, сначала были проанализированы статьи, посвященными обоим походам, и для них были выбраны микро-РНК, ассоциация которых с эффективностью радикальной простатоктомии была продемонстрирована в двух или более различных статьях. Для первого подхода это было до 17 разных микро-РНК, а для второго – 23. Затем были поанализированы гены, которые регулируются данными микро-РНК и одновременно вместе с тем вовлечены в регуляцию рака предстательной железы. Как вы видите, несмотря на то, что общих микро-РНК было сравнительно немного, это пять двух разных панелей, общих генов было существенное количество – 56 из 65 и 67 генов. Также показано, что эти гены вовлечены в важнейшие сигнальные пути регуляции развития рака предстательной железы. на данной таблице представлены примеры процессов, в которых принимают участие выбранные микро-РНК, которые ассоциированы в соответствии с радикальной профстафектомией. Показано, что они вовлечены в регуляцию клеточного цикла, апоптоза, пролиферации, клеточного роста, дифференциации, адвезии, инвазии, миграции, гестозирования, репарации ДНК и ангиогенеза. Закономерным образом гены, экспрессии которых регулируется микро-РНК, вовлечены в регуляцию таких важнейших процессов, как регуляция клеточного цикла, пролиферации, фаптоза, миграции и департаментности из самых клеток. На данном слайде представлена панель микро-РНК генов, маркеров эффективности радикальной профстафектомии. Здесь выбраны уже 4 микро-РНК, которые обладают наибольшей перспективностью в качестве маркеров и гены, показанные которые регулируют данные микро-РНК. Также проанализировано обратное взаимодействие, то есть гены, группы которых являются транскрипционными факторами, также влияют на экспрессию некоторых из этих микро-РНК. Затем на финальном этапе были отобраны те гены микро-РНК, которые наиболее тесно вовлечены в данную сеть и получаем уже небольшую панель генов микро-РНК, которые обладают наибольшим потенциалом в качестве маркеров эффективности радикальной высоты генов. В национальном этапе эта панель включила в себя 4 микро-РНК и 5 различных генов. Аналогичный анализ был проведён для гормональной и радиотерапии. На данном слайде приведена аналогия генов регулированных микро-РНК, ассоциированных с эффективностью гормональной терапии и вовлечённых обновленностям в развитии ракопрочитательной железы. Они принимают участие в следующих процессах. Клеточная преферация, регуляция попоза, клеточного цикла и ответ на стресс, одним из которых естественно является гормональное лечение. На примере этих генов хочу проиллюстрировать наблюдение, которое было верно и для других видов терапии ракопрочитательной железы. Большая часть генов, ассоциированных с эффективностью терапии и вовлечённых в развитие ракопрочитательной железы, не являются специалистичными для него и участвуют в развитии самых разных видов онкологии, такие как рак, медометрия, поджелудочной железы, печени, молочной железы, и так далее. Это позволяет предположить, что выбранные панели микро-РНК генов могут служить основой для дальнейшего поиска панелей маркеров эффективности терапии различных онкологических заболеваний. В результате комплексного анализа была выбрана следующая панель микро-РНК генов, ассоциированных с эффективностью гормональной терапии рака предстательной железы, которая состояла из различных микро-РНК и целого ряда ключевых генов. и подобная панель была выбрана для радиотерапии, которая состояла из 8 различных микро-РНК и 7 генов. двоя итог проведенному анализу микро-РНК ассоциированных с тремя разными видами терапии рака предстательной железы. Хочу продемонстрировать вам диаграмму Гена, на которой приведено количество микро-РНК ассоциированных с эффективностью трех разных видов терапии рака предстательной железы. 24 микро-РНК являются общими и ассоциированы с эффективностью одновременно радикальной простатоктомии, гормональной терапии. такие микро-РНК могут служить в качестве универсальных маркеров эффективности, в то время как микро-РНК, которые ассоциированы лишь с одним видом терапии, они могут служить в качестве специфичных маркеров. Подобное же разделение можно наблюдать, если сравнить финальные выбранные панели микро-РНК и гены среди тех, что обладает наибольшим потенциалом в качестве маркеров терапии. Так, среди панелей ассоциированных с эффективностью радикальной простатоктомии, и гормональной терапией пересекаются четыре микро-РНК и четыре гена, между гормональной и радиотерапией четыре гена, и два гена EP300 и C7D1 пересекаются до всех трех видов лечения. Таким образом, различные виды терапии ракопредстательной железы существенно изменяют экспрессию микро-РНК, и экспрессия микро-РНК определенных естественно, ассоциированы с эффективностью различных видов терапии, так сказать, микро-РНК, для трех видов терапии, радикальной простатоктомии, гормональной и радиотерапии, выбор в панели микро-РНК генов, обладающих высоким потенциалом в качестве маркеров эффективности разных видов терапии, и для прогноза дальнейшего течения заболеваний возможной коррекции с целью увеличения эффективности терапии. Также выбрана панель микро-РНК, обладающих потенциалом в качестве универсальных маркеров эффективности терапии, обладают гены EP300 и CCND1. В заключение хочу сказать, что в настоящее время поиск микро-РНК-маркеров эффективности терапии онкологических заболеваний, безусловно, является перспективной и активно развивающейся областью. В ближайшее время эта область знаний будет существенно расширена, появится много новых данных. В целом, на данном этапе развития необходима галлидация полученных результатов на независимых выборках пациентов, хай-скейл исследования, а также очень важный момент по сравнению пациентов, дифференцированных различным признакам, таких как, например, эффективность терапии, исход, плочные эффекты, их наличие или отсутствие стадии и степени агрессивности заболевания. Хочу поблагодарить своих коллег, принявших участие в представленной работе. Всех вас спасибо за внимание.